Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Формула, право в эфире. С вами я, Анастасия Ибрайчева. И мы сегодня продолжаем обсуждать ту тему, которую уже начали обсуждать на прошлой неделе в нашей программе. Внешние угрозы для бизнеса. Проверки, обыски, уголовные дела. Вот часть вторая у нас сегодня. Сразу скажу, телефон студии 65 10 99 6, код Москвы 495. Вы можете позвонить, задать какие-то ваши вопросы, ваши комментарии. Можете написать их на сайт финам.фм. И у меня в гостях сегодня Павел Сычев, заместитель начальника контрольно-методического управления Следственного департамента МВД России, полковник юстиции, кандидат юридических наук. Павел, доброе утро. Доброе утро. И Вячеслав Леонтьев, адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Леонтьев и партнеры», председатель комитета по экономической безопасности Ассоциации менеджеров России. Доброе утро, Вячеслав. Собственно говоря, вот на прошлой неделе, напомню нашим слушателям, что можно эту программу посмотреть, послушать на сайте финам.фм, узнать, о чем мы беседовали. А тема была достаточно живая, потому что, естественно, для организации, для бизнеса, я думаю, любого масштаба, начиная от небольшой организации, либо индивидуального предпринимателя и заканчивая крупными компаниями, ну, этот вопрос достаточно важный. И у нас даже и споры, и дебаты были по поводу того, где находится вот та самая грань, да, когда можно, с одной стороны, и можно, и нужно, и проверять компанию, в том числе, если компания является нарушителем, например, налоговое законодательство является неплательщиком, да, вот каким образом в этой части поступать, или, ну, тем более, если речь идет о каких-то других коммерческих преступлениях, их достаточно много. Ну, а с другой стороны, у нас есть компания, которую, как часто можно проверять, да, как часто можно вмешиваться в ее бизнес, то есть вот здесь вот спокойное ведение бизнеса. Вот как вы себе представляете эту грань, и как вы, вот, может быть, в практической работе реализуете? Вот, Павел, может быть, вы нам сможете открыть глаза? Да, я вам открою глаза. На самом деле все очень просто. Это грань, она четко определена в законе. Есть две уникальные книжечки. Одна называется «Уголовный кодекс Российской Федерации», вторая «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации». В одной написано «Чего нельзя делать?» И что за это бывает, если вы все-таки это сделали, да? Например, если вы убили, то до 20 лет, а иногда и пожизненно, заключение в тюрьме. И во второй книжке написано, как должны действовать все участники событий, то есть и правоохранительные органы, и потерпевшие, и потенциальные подозреваемые, в том случае, если такое событие совершено. Когда правоохранительные органы, и потерпевшие, и подозреваемые руководствуются описанными там правилами, то проблем априори возникать не должно. Ну, вы хорошо сказали, когда, потому что, ну, все-таки, честно скажу, в практике приходится сталкиваться с такими вещами, что не всегда все происходит четко по ОПК, и, в общем, приходится и воевать в этой области, да, для того, чтобы именно согласно второй книжечке, которую вы назвали, все происходило. Но вот я имею в виду даже немножко с другой стороны. И, кстати, в прошлой программе мы коснулись этой темы рейдерских захватов, например, да? Ведь, ну, все-таки участвуют нередко, участники, точнее, этого процесса пользуются тем, что пишут заявления различного рода и толка, и компания, может, не совершала преступления из списка первой книжечки Уголовного кодекса, но, тем не менее, у нее начинаются какие-то на данной ниве неприятности. Вот, соответственно, Вячеслав... Мы говорили, как раз в прошлый раз, о злоупотреблении правом своим, которое есть в Гражданском кодексе, например, которое в результате приводит к нарушению прав собственности, либо нарушению в сфере налогообложения, когда уклоняется от платы налогов таким образом, о чем говорил Георгий Смирнов, Следственного комитета. Соответственно, эта концепция есть, реформа уголовного законодательства, вот, в частности, со стороны Следственного комитета продвигается идея запрета злоупотребления правом для... Налоговых правонарушений. Для налоговых правонарушений, совершенно верно. То, что касается эрэдовских захватов, но тут, как правило, есть цепочка действий, направленных на присвоение собственности и так далее, сопровождающих всегда бездействием госорганов, в том числе и правоохранительных. Но не обязательно рейдерски в плане, может быть, я неправильно выразилась, в плане завладения собственностью, да, но точно так же достаточно часто бывает желание просто убрать с одного поля конкурента, например, да, занять его другими делами, какими-то расследованиями, если они будут иметь место, или просто явкой в следственные органы для того, чтобы давать объяснение, показания, когда целую организацию по списку начинают вызывать, там, и бухгалтеров, и кого-то еще каких-то сотрудников, это, в принципе, подкашивает в любом случае работу. Ну, во многих планах, я так думаю. Вот как вы на эту тему можете? Да, безусловно, дело в том, что когда все происходит по УПК, вот с чего начал Павел, то все очень корректно. Даже когда вызывается весь состав компании, и допросы проходят корректно, без затяжек, не на весь день и так далее, то это нормальная работа парахмельных органов и, в общем-то, не вызывает нареканий. Но когда вызываются через день все сотрудники, ведущие, то есть им не остается времени работать. И когда есть факт, вот то, что Павел сказал, убийство, да, здесь все понятно, но когда есть проверка, которая длится долгие месяцы, да, ну, можно всякие громкие примеры вспоминать, там, Арбат Престиж и так далее, то есть дело прекращено, бизнеса у человека нет, и кто виноват? То есть правоохранители, конкуренты, банки, которые взыскали имущество, непонятно. Но факт остается фактом. Полтора года, дело прекращено, и что? У нас отсутствует в законодательстве четко определенный порядок взыскания с государства причиненного ущерба. То есть есть порядок взыскания утраченного заработка человека, то есть вот если... Как докажешь утраченный заработок, если речь идет о бизнесе? Вот. Но нет порядка взыскания упущенной выгоды, какого-то иного ущерба. Правоохранители в случае неправомерного привлечения к ответственности, там, заключения под стражу и так далее, потом возмещают утраченный заработок. То есть если у генерального директора зарплата 20 тысяч рублей, вот за весь срок условно отсидки, да, так, под следствием, он получит вот эти 20 тысяч рублей. Ну, наверное, моральный ущерб какой-то так же получит. Но практика, она минимальна в нашей стране. Мы об этом как раз говорили. Давайте я немножко в другом аспекте расскажу вам ситуацию. Вот были времена, когда гремели такие известные рейдерские компании, как Росбилдинг, инвестиционная компания «Россия», да. Все они на слуху и все про них знают, и судьба их всем известна. Какие-то технологии рейдерские были в ходу, и про них писали, и чуть ли не возводили это в степень теоретической науки. Сейчас я вам ответственно заявляю, как человек, который непосредственно обобщает информацию по этому вопросу, я этим занимаюсь с 2002 года, ну, мониторю как минимум те разработки, методики, которые мы сделали, они как бы не совсем сейчас в тему. Так вот, уже, наверное, года три, как крупные рейдерские компании со сцены сошли, распались, разбежались, некоторые привлечены к ответственности и посажены, извините за выражение. Правильное выражение, если так есть, собственно, почему извиняться? Это люди, если мы говорим о людях, которые различными рейдерскими схемами изымали имущество в свою пользу. И вот эти вот схемы относятся к тем временам. Вот, например, всем известен такой авторитетный предприниматель Павел Федулев с Уральского региона, когда он захватывал самый крупный рынок в центре Екатеринбурга, назывался «Оборонснабсбыт», название пусть не пугает, это обычный рынок. Так вот, как раз именно в этот, на период захвата, когда запланирован был вход туда силовых его подразделений, кстати, там одно из подразделений было одето в камуфляжную одежду, были на них шлемы соответствующего образца, были у них в руках вот эти пневматические игрушки, да, которые по виду от пистолета Макарова не отличишь, и на спине были надписи ОМОН, на липучке. Когда они ворвались на территорию объекта, уложили охрану, они просто эти липучки сняли, а там было ЧОП Радон, да, предположим. Так вот, именно в этот период руководитель и все основные ключевые должностные лица были вызваны к следователю на допрос. Значит, как сейчас отматывалась цепочка обратно? Ну, то, что Федулев находится в местах лишения свободы, это всем известно, он сейчас, я уже немножко упустил, по-моему, он торговался по поводу, будет ли ему пожизненно или 20 лет за организацию заказного убийства. Все организаторы вот этих захватов, во-первых, в статье «Массовые беспорядки» получили сроки, ну и плюс там мошенничество соответствующее, подделка документов. Ну, это я сейчас точно не готов сказать. Судья, который выносил обеспечительное решение, получил 4 года, и следователь, который вызывал к себе всех этих сотрудников, он сейчас находится в розыске. — Павел, на самом деле, это очень интересный пример, и очень хочется его обсудить. Мы просто сейчас, в любом случае, я прерываю вас не потому, что мне хочется перебить, я с удовольствием слушала, надеюсь, как наши слушатели, а потому что мы должны обязательно сейчас выслушать новости. Выслушаем новости, возвращаемся в программу, и после этого продолжаем обсуждать. — Давай. — Итак, мы продолжаем сегодня тему, напомнив, внешние угрозы для бизнеса, проверки, обыски, уголовные дела. Сегодня у нас вторая часть, первая часть у нас была в прошлый четверг, послушать можно программу на сайте Финам.ФМ, там же сейчас можно оставить ваши комментарии, задать ваш вопрос. Либо вы можете позвонить по телефону 65 10 99 и 6, код Москвы 495, и также либо что-то спросить, либо что-то рассказать. Напомню, что у нас в гостях Павел Сычев, заместитель начальника контрольно-методического управления Следственного департамента МВД России, и Вячеслав Леонтьев, адвокат, управляющий партнер Адвокатского бюро Леонтьев и партнеры. Но до того, как мы слушали новости, вот я вынуждена была Павла перебить, хотя он рассказывал действительно интересную ситуацию, ситуацию, при которой не только закончилось, в общем, нападем, назовем так, нападающего, лишали свободы, да, и он был под следствием, находился, и задержан, там приговор вынесен, нет, просто нет. По кому? По следователю? Нет, 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 вот по самому предпринимателю, который все эти действия вызывает. Павел Федулев? Да, по Федулеву. Вынесен уже приговор. 20 лет, у него один приговор за организацию захвата, один приговор за организацию убийства, и так далее. У него хватает там. Но дело в том, что вот это вот дальнейшее, то, что вы рассказывали, это уже гораздо более редкая ситуация, когда под следствием оказался не только он сам, но и тот следователь, у которого, видимо, совсем не по случайности все руководство захватываемой компании в тот момент находилось, да, на допросе, и, соответственно, судья, который выносил обеспечительные меры, да? Ну, вы зря так говорите. Я не уполномочен в прямом эфире оглашать цифры, да я ими, собственно говоря, и не владею на сегодня, вот на данный момент. Для этого надо специально договариваться с нашим руководством, но я вам компетентно заявляю, что достаточное количество судей, а уж тем более следователей, прокуроров, то есть это не редкость все-таки, привлекается к уголовной ответственности, и в том числе за помощь в неблаговидных делах, связанных с рейдерскими захватами. Но я не об этом хотел сказать, я хотел сказать, что именно вот такие какие-то хитро выстроенные, хитро продуманные технологии, когда расписаны роли и прочее, они все в основном канули в лету. Может быть, благодаря и тому, что мы активно этим занимаемся, и рейдерством заниматься стало опасно. Я хотел сказать о другом. Сейчас все, что связано с какими-то такими неблаговидными действиями, оно, как правило, происходит на фоне корпоративных конфликтов. Когда, например, тот же красный пролетарий, да, корпоративный конфликт длеет уже, не ошибаюсь, 8, а то и 10 лет. Суть стороны сначала идут, ну, сначала они пытаются договориться, сначала они выдвигают друг к другу взаимные претензии, потом от претензий они переходят к разбирательствам в судах. Тогда, когда суды не смогли удовлетворить требования или той или другой стороны, или вообще рассмотрели как-то неправильно с чьей-то позиции, они идут в правоохранительные органы, инспирируют, возбуждение делают. Как раз с того, с чего мы начали. Да, видимо, пришлось проговориться. И когда уже правоохранительные органы исчерпывают свои возможности по тем или иным причинам, корпоративные стороны конфликта просто начинают или друг друга физически устранять, или подключают уже иные какие-то совсем уже черные силы. Поэтому все, что связано с неправомерными действиями силовых структур, оно в начале, в самом, в истоке всегда имеет какой-то интерес предпринимательского сообщества. Правильно вы заметили, что это не только рейдерский захват, это не только какие-то там... Это устранение с конкурентного рынка своего партнера. То есть везде всегда, прежде чем обвинять правоохранителей в том, что они сделали чего-то плохое, нужно разобраться, в чьих интересах они это делали. И, ну, не побоюсь этого слова, кто несет затраты за все это, безобразие. Как правило, выясняется, что там находится вторая сторона, такой же предприниматель. Вот я позволю себе еще на две минуты вас отвлечь. Я об этом говорил на вашей конференции. Два года назад компания PricewaterhouseCoopers проводила социологическое обследование наших российских предпринимателей и пришла к такому выводу, что 70% наших предпринимателей либо были жертвами преступных посягательств или неправомерных действий правоохранительных органов, либо ждут, что станут такими жертвами. Цифры, вот так, если просто вдуматься, отвлечься от того, что мы все в одном мире находимся и, в общем, в одном правовом поле трудимся. Да, позвонил мне Дмитрий Казьмин, Дима, корреспондент газеты «Ведомости», прелестный парень, мы с ним так общаемся, водотворно, и попросил прокомментировать. Но мы просто посчитали банально, что у нас 3 миллиона юридических лиц зарегистрировано в Российской Федерации, ну, еще, наверное, миллионов 5 индивидуальных предпринимателей. Ну, и парочку набросим, допустим, тех, кто занимается предпринимательством. Без регистрации. Не то, что без регистрации, а как-то вот в рамках чего-то. В уголовном кодексе получается. Незаконно. А в год у нас совершается 100 тысяч экономических преступлений. То есть это должно пройти сколько? Как минимум 70 лет, чтобы вот эти 70% у нас образовались. Те, кто пострадал или намерен пострадать. Ну, смотрите, Павел здесь... И я договорю. И я им и объяснил. Вы понимаете, в чем дело? Пострадали они или нет, это факт спорный, исходя из статистики. А дело-то все в том, что в нашей предпринимательской среде нормальное явление, это партнеры кинуть, подвинуть. Понятие серый импорт, серое налогообложение, серое что-то еще, вот эти вот серые цвета очень модные. Понятие купеческое слово, да, которым Вожеватов и Кнуров в известной пьесе, скажем так, отгораживались, оно уже давно у нас не используется. И вот именно в самой среде предпринимателей нет понимания добропорядочности ведения бизнеса. И я сам лично, ну не то чтобы и видел, но слышал, как в смету расходов по производству такого-то, такого-то там продукта, да, грубо говоря, закладываются затраты на подавление конкурента а, судебными органами, б, правоохранительными органами, и ц, кем? Бандитами. И вот на эти вот средства уже, на эти цели уже бизнесмен, планируя свой бизнес, уже определяет определенные деньги, что я вот столько денег отдам бандитам за то, что они там что-то разгромят, устранят физически и так далее. Это для меня повлечет рост прибыли такой-то на столько-то процентов. Но тут еще есть такой момент, когда мы говорим о том, что заявления пишутся, и в следственные органы, да куда угодно хоть налоговые органы. Мы понимаем прекрасно, что вот из-за этих любимых серых цветов, по сути, очень многие, я не буду говорить все, потому что знать этого, естественно, не могу, но очень многие компании, в любом случае, где-то у себя имеют какое-то неправомерное действие уже. Да, оно может быть в разных областях, я не говорю, что это может быть мошенничество, где-то может быть неуплата налогов, где-то еще. То есть по-хорошему большая проверка, большая проверка может у многих организаций наших что-нибудь выявить, потому что оно что-то есть, не потому что задача была такая даже, да, может быть, там, в план поставили каким-то образом эту организацию. Но тем не менее способы ведения бизнеса, чего греха таить, они, к сожалению, далеко не всегда относятся к тем способам, как это прописано в налоговом кодексе, или там в таможенном кодексе, или где-то еще. Поэтому найти иголку в стоге сена можно, это не всегда иголка. И, собственно говоря, и конкуренты, либо при акционерных войнах пользуются этим, собственно говоря, особенно при акционерных, зная внутренности. Я бы даже больше сказал, я бы даже сказал больше. Я за 23 года работы вынес для себя глубокое убеждение. Существуют две социальные группы. Это правоохранители, работающие в экономической сфере. Это АБЭП. Это мы, следователи, которые потом дела, результаты работы АБЭП должны превращать. И предприниматели. Первые считают, что ни одна компания в России не работает честно. И если очень сильно захотеть, то нарушение и уголовного, и административного, и финансово-банковского законодательства найти можно. И вторая группа считает, что ни один милиционер, полицейский, следователь не пришел к ним просто так, что это обязательно проплачено, заказано, совершается с целью злоупотребления, вымогать у них взятки. Вот эти вот две группы имеют два демитротеально противоположных интереса. И никогда эти интересы не сойдутся. И, ну, как водится, правда, наверное, где-то все-таки посередине. Правда, должна быть тогда у следователя, а у третьей группы. Здесь стоит сказать, наверное, о проценте уголовных дел и соотношении к проверкам. То есть там, условно, проводится 100 проверок, возбуждается 5 уголовных дел. И этот показатель, он есть, и предприниматель об этом знает. И поэтому все убеждены, что проверка — это заранее какое-то злоупотребление, это заранее нарушение прав. Потому что если бы, когда к тебе приходит проверка, все понимали, что правоохранители подготовились, у них есть информация, и, скорее всего, будет цепочка идти дальше. То есть будет возбуждено уголовное дело, суд вынесет справедливый приговор, и раз ты мошенник, обманывал государство либо партнера, тебя привлекут в соответствии с законом. У нас колоссальное количество проверок проводится и заканчивается ничем. Вячеслав, я вам приведу официальную статистику, я могу где-то в порядках, ну, то есть ошибаться там, в циферках. У нас зарегистрировано в год, вот в 2011 году, примерно 2,5 миллиона преступлений. Всего. Экономических, обычных. Помимо этого, зарегистрировано 21 миллион постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела и порядка 60 миллионов заявлений, которые были вообще, в принципе, поданы в правоохранительные органы. Эту статистику можно найти в официальном, ну, официально в интернете или еще где-то. Эта нисходящая линия, она наблюдается не только по экономике, она наблюдается по любым видам преступлений. У бабушки там пропало... Павел, я снова вас перебиваю. Мне очень жалко, потому что вы даете информацию, которая действительно очень... Которая действительно информация, скажем так, да? Но в любом случае, мы сейчас выслушаем новости и обязательно вернемся и продолжим беседу на эту тему. Прошу прощения, настолько интересно общаться с гостями, что мы это делали во время новостей, и я забыла опустить микрофон. Итак, напоминаю формулу права в эфире, внешние угрозы для бизнеса, проверки, обыски, уголовные дела. Вторую часть обсуждаем сегодня. Напомню, что в студии у меня находятся действительно интересные гости. Не можем мы остановиться и прерваться на новости. Вячеслав Леонтьев, адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро Леонтьев и партнеры. И Павел Сычев, заместитель начальника контрольно-методического управления Следственного департамента МВД России, полковник юстиции, кандидат юридических наук. До новостей мы обсуждали тему по поводу того, какое количество возбуждено уголовных дел, и не только из области предпринимательской деятельности, сколько у нас постановлений об отказе возбуждения уголовных дел, и сколько у нас заявлений. На самом деле, когда Павел и вы рассказывали, говорили о том, что все должно происходить в рамках Уголовного процессуального кодекса, что если есть нарушение, должно быть, соответственно, наказание, я подумала о следующем. Ведь как раз именно, когда вы называли цифры, я эту свою мысль оформила, как раз очень часто получается, что, пользуясь, злоупотребляя правом в определенном смысле, только уголовно-процессуальным правом, стороны конфликта оформляют заявление, сейчас даже не говорю о возможной или невозможной коррупционной составляющей, вообще не об этом говорю. В любом случае, если написано заявление, обязательно должна произойти проверка, обязательно должны быть люди опрошены, например, какие-то документы изучены, то есть какое-то действие должно произойти, это уже затронет ту сторону, на которой это заявление может быть написано. Соответственно, пользуясь этим, достаточно часто и происходит та самая ситуация, когда человек, заинтересованный в том, чтобы другая компания как-то отвлеклась от своей деятельности и какие-то неприятности поимела, пишет такого рода заявление, а дальше уже к чему они приводят, не знаю. У меня есть клиент, не буду говорить из какой области, но тем не менее у меня очень часто, примерно раз в месяц, когда мы общаемся по каким-то делам и вопросам, он говорит периодически, у меня сейчас УБ, у меня сейчас маски-шоу, примерно раз в месяц, да, то есть, ну, это такая структура, много клиентов у этой структуры, собственно говоря, часто это какие-то встречные, выездные или что-то еще, но просто работает компания, у нее все время, кто-то каждый месяц, кто-то находится, но это тоже не совсем нормально, когда блокируется деятельность организации. У нас, кстати, вопрос есть, я напомню нашим студиям, нашим слушателям, телефон студии 651099,6, код Москвы 495, написать комментарий можно на сайт финам.фм, а у нас на связи Михаил. Михаил, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Слушаем вас. Я хотел бы реплику оставить по поводу темы самой передачи. Мне кажется, что реально проблема, там, захвата бизнеса и так далее, там, угроза бизнеса, это, наверное, случаи такие больше единичные, или, там, десятки случаев, может быть. Но у нас в стране, по крайней мере, что касается малого и среднего бизнеса, большинство являются недобросовестными платежщиками налогов. И мне кажется, наоборот, надо проверять, усиливать проверки. Я сам представитель бизнеса, прекрасно представляю, что такое проверка. Возможно, стоит оптимизировать, как-то, работу налоговых органов. Есть практика в Европе, когда аудитеры налоговые приезжают в офис там и так далее. Но мне кажется, что проблема, наоборот, недостаточных проверок существует. Ну, смотрите, тут какая история. То мы говорили о том, что все время много проверяют, много проверяют, ограничили число проверок. Нельзя теперь много проверять компанию. А вот у вас диаметрально противоположное мнение, даже интересное, Михаил. Мне такое мнение, да, потому что, в основном, мне кажется, большинство людей является неплательщиками налогов. Единственное, ну, я согласен, что это очень неудобно, когда тебя проверяют. Там это можно во время проверки, там, блокируются все работы, останавливаются и так далее. Но, тем не менее... А вас проверяли? Вот вы, если не секрет, в какой области ваш бизнес работает? Бизнес, внешнеэкономическая деятельность. Нас проверяют регулярно. Регулярно проверяют. Особенно СНДС, наверное. Несколько раз в год проверяют обязательно. Вот. Это ужасно. Сталкиваемся постоянно с некомпетентой сотрудников налоговых органов. Не очень хороший персонал там работает. Не очень квалифицированный, грамотный. Вот. Но, тем не менее, мы проходим всегда проверки, это нормально. Но среди наших конкурентов очень много недобросовестных людей, и оттуда не здоровая конкуренция на рынке, в принципе. Ну, вот смотрите, Михаил, спасибо огромное за вот такой отзыв, хотя он достаточно для меня даже, в общем, неожиданный. Потому что, действительно, все время говорят, много проверяют, много проверяют. И, Михаил, в каком смысле прав? Когда приходит любого рода проверка на предприятие непосредственно, часть работников, ресурсов, грубо говоря, этой компании отвлекаются на эту проверку. Я сейчас говорю даже в обычном режиме. Кто-то должен готовить документы, либо если находится проверка непосредственно, это именно выездная, допустим, если мы говорим о налоговой проверке, и так далее. То есть здесь определенные сложности есть, и при всем при этом, вот у нас слушатель говорит, мало проверяют. Вы как считаете, Павел? Я могу объяснить это с законодательной точки зрения. С 7 декабря 2011 года в УПК внесена норма, часть 1 прим, ст. 140, которая гласит, что поводом для возбуждения уголовного дела о налоговом преступлении является исключительный материал, подготовленный налоговой инспекцией. Ну, я не близко к тексту рассказал смысл в этом. Это означает, что отныне сотрудники оперативных подразделений лишены права самостоятельно по собственной инициативе, по своему плану, либо по своей оперативной агентурной информации приходить в офис и производить проверку. Просто лишены. Наши люди, люди, которые проработали по 20-30 лет в органах МВД, получили на себя клеймо, я не буду там грубо выражаться, да, там клеймо мент и дорога ему в следственный комитет закрыта. В результате чего на 1 января 2010 года была интересная ситуация. Было 20 тысяч материалов проверок по налоговым преступлениям, подготовленных нашими оперативниками. Оперативники наши готовят, а возбуждать должны следователи Следственного комитета. И 6 возбужденных уголовных дел. Это официальная статистика. Оперативники просто находились в состоянии шока. Зачем работают? Зачем работать, когда не возбуждаются никакие уголовные дела? Я случайно попал в следственное подразделение Следственного комитета районного звена в Москве. Я спросил у парней, ну как у вас с налогами? Они говорят, какие налоги? У меня 40 убийств нераскрытых, там, изнасилования, да еще и, ну, тоже не будем греха таить, ваших взяточников. Вот посмотри сколько. Какие налоги? Мне сейчас не до налогов. У меня вот два заказных убийства раскрываются, вот я по ним работаю. То есть у нас, во-первых, следственный аппарат по налогам практически не готов. Не то, что не готов. Он сейчас потихонечку раскачивается, так более-менее. Но основные крупные налоговые киты свою налоговую рыбку съели, и, наверное, может быть, им уже этого достаточно. А вот всегда такое непродуманное реформирование, вот такие вот кавалерийские наезды, они результат никакого не несут. Вот оно и обусловлено тем, что сейчас и проверок мало, и налогов платят мало, и ряд губернаторов. Подписало совместное обращение, сами знаете, кому, где написало, что налоговые сборы в бюджет региональных уровней понизились в разы. И это обращение рассматривалось, и думали, что делать. И следственный комитет, представитель которого Георгий Смирнов, обращался к нам. А вы нам не проведете ли занятия, не дадите ли вы нам своих специалистов? Ребята, извините, нам есть самим чем заняться. Это ответ по какой причине налоговые проверки резко снизились. Ну, я думаю, тут надо выделить два аспекта. Проверки налоговых органов, они никуда не делись, они как проводились, так и проводятся. А возбуждение уголовных дел действительно сократилось в разы. И я считаю это позитивно, потому что раньше оперативник приходил, брал документы, говорил, вот эта фирма Помойка, говорил о том, что есть признаки недобросовестности, возбуждал дело. Потом начинались допросы, опросы, нередко налоговые дела прекращались, как я уже привел пример с Арбат Престижем, когда выигрывались там арбитражные суды и так далее. Я думаю, что Михаил сталкивается с проверками, и все-таки тот налогоорган, на территории которого компания зарегистрирована, наверное, все-таки корректен и не выносит заведомо незаконных решений. Мы, например, часто сталкиваемся с тем, что приходят, доначисляют миллионные суммы, причем значительные. Последнее дело у нас было на 56 миллионов рублей для компании. Доначислили, заблокировали компанию, сейчас она банкротится уже, потому что бизнес разрушен де-факто. Это решение в суде было отменено. Самое интересное то, что когда мы взыскиваем расходы, которые понес предприниматель, в том числе на свою защиту, на адвокатов, приходит представитель инспекции и, не моргнув глазом, заявляет, это же стандартная практика. Заранее было понятно, что решение будет отменено. За что такой большой гонорар надо было платить адвокатам? Это так сказал в суде, под запись? Это прямо в суде, под запись. Он говорит, что это же давно, есть же пленумы судов, и у него судья спрашивает, извините. То есть фирма закрыта фактически, потому что заблокирована была ее деятельность, и она не смогла с этим справиться, что, в общем, не предусматривается в бизнесе, что кто-то придет, тебе там закроют все счета, например, скажет 56 миллионов, да, и потом будешь дальше работать. Совершенно верно. И вот Михаил, мне кажется, в каком-то таком оазисе находится, и, видимо, руководитель налогооргана, квалифицированный все-таки, несмотря на то, что подчиненные не всегда, но решение подписывает, как правило, руководитель. И, наверное, проверяются материалы, которые подписываются. Очень часто, вот сейчас есть одна крупная компания, которая государственная компания, она стратегическая, ее нельзя закрыть, они работают с опасными отходами. Пришла налоговая инспекция, проверяют, у них там два платежа из бюджета Москвы и из бюджета Российской Федерации, по большому счету, все, ну, они просто большие два платежа. И доначисляют налоги, говорят, что-то у вас тут не так. Мы уже эту компанию защищали, когда им доначислили там 250 миллионов, сейчас тут там 11, вот буквально вчера мне позвонил руководитель, сказал, что вынесли. Причем инспектор также говорит, вы знаете, у нас план, нам нужно доначислить, вот столько. Вот в этом и кроется корень зла, у них план, они должны какую-то сумму налогов, вот им дают, кому хотите, тому и доначисляйте, где хотите, там и ищите. А на этот план не влияет никаким образом результат арбитражных судов в будущее? Влияет. Когда отменяются, собственно говоря, соответственно. Ну, им сначала надо отчитаться о том, сколько они доначислили, а потом сколько арбитражный суд снимет, они разберутся потом. Это как воевали с палочной системой, в общем, да, вот это примерно тот же самый аналог, только в налоговой инспекции, но дело в том, что это опять же та же самая беда большая получается, потому что мне очень понравилось, в прошлой программе как раз вы, Вячеслав, по-моему, насколько я помню, рассказывали по поводу возможности налогового соглашения в других странах, про Голландию говорили, да? Да, я про Голландию говорил, да. А когда может налогоплательщик прийти в налоговую свою службу и сказать, у меня вот есть вот такая схема, не побоясь слова схему, у нас слово схема, это почти преступление. Да, у нас это ругательно. Да, вот, а у меня есть вот такая вот схема, посмотрите, сделайте вашу налоговую экспертизу, и если здесь, как бы, как я полагаю, все законы, все правильно, они утверждают и говорят, да, молодец, нашел способ, каким образом, значит, оптимизировать свои налоги, и получают вот это одобрение, работают по этой схеме, он понимает, что к нему потом не придет из его налогового органа никто и не скажет, а, у тебя схема уже в ругательном смысле, и ты уходишь от налогов. Мы обязательно продолжим эту тему, напомню, что мы обсуждаем сегодня внешние угрозы для бизнеса, а сейчас прервемся на новости, вернемся и будем обсуждать дальше. Мы продолжаем обсуждать тему сегодняшнюю, внешние угрозы для бизнеса, но опять мы пришли к налоговым проверкам, да, у нас был звонок, который, диаметрально противоположное мнение, выразил Михаил, наш слушатель, который сказал, что, наоборот, мало проверок и надо больше проверок, при том, что он говорит, что трудится во внешне, я не поняла, торговую, по-моему, да, но внешнеэкономической деятельностью, да, и то, что он периодически проходит проверки, знает не понаслышке, как это на себе, на своей шкуре, но, тем не менее, не говорит мало. Напомню нашим слушателям, телефон студии 65 10 99 6, код Москвы 495, или также на сайт можно написать ваши комментарии, звонки, вопросы. finam.fm – это, соответственно, сайт, можете зайти туда и заодно прослушать программу, которую мы в прошлый четверг говорили на ту же самую тему. У меня в гостях сегодня Павел Сычев, заместитель начальника контрольно-методического управления Следственного департамента МВД России, Вячеслав Леонтьев, адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Леонтьев и партнеры». Основились мы на том, что в некоторых странах, вот до сих пор помню, так мне в душу запал ваш пример, который вы на прошлой программе приводили, можно вот такое соглашение налоговое заключить с налоговыми органами, согласно которой они утверждают, по сути, схему определенную оптимизации налогобложений, говорят, да, схема законная, молодцы, что вот там нашли ее, разработали, все хорошо. И потом не страшно, что к тебе придет проверка и скажет, что ага, это схема ухода от налогов, вот именно это там с каким-нибудь оффшором или с чем-то еще. И, соответственно, вот как вы сейчас рассказали, да начислят вам некую сумму и пополнит заодно свой план. Но у нас же этого невозможно. У нас это невозможно, и я думаю, что, я уже об этом сказал, корень вот этих вот проблем в том, что госорганам можно все, и за это им ничего не бывает, как правило. То есть, ну, да начислили незаконно. Ну, суд же отменил, ну, ничего страшного. А компания прекратила свою деятельность. Ну, вот, видите, все же разобрались вот через 8 месяцев там, видите, как все хорошо. И у нас бизнес, он под такой угрозой. То есть, если ты стал объектом проверки, пусть незаконной даже, то в любом случае негативные последствия наступят, и они не будут возмещены. Очень много есть примеров, когда в Европе такие вот незаконные случаи заканчивались серьезными штрафами. И государство выплачивает бизнесу очень большие компенсации. Но это просто у них это уже пройденный этап, а мы сейчас к этому идем. Сейчас настолько устали в определенный момент от рейдерства, ввели в уголовный кодекс специальные статьи, и как раз вот результатом этой реформы стало резкое прекращение, значит, рейдерских захватов тех, которые гремели на всю страну. Уголовный, в арбитражный кодекс, там не столько сами изменения, сколько высший арбитражный суд дал свои пояснения, в каких случаях можно, обеспечительные меры применять, в каких нельзя. Это же тоже был инструмент, собственно говоря. Да, тоже был инструмент. Не обязательно арбитражный общий юридикций, но сам факт. Согласен. Значит, потом устали от каких-то налоговых злоупотреблений, ввели норму, не позволяющую возбуждать уголовные дела. То есть на сегодня, насколько я понимаю, руководство страны глобально видит, что уже хватит. Предыдущий президент говорил, хватит кошмарить бизнес. И сейчас такая ситуация, что вот эти ограничения все ввели, бизнес в какой-то части вздохнул. Та часть бизнеса, которая занимается серыми схемами, конечно, сейчас процветает, но есть и позитивные моменты. Тот бизнес, который работает честно, он сейчас работает. Вот смотрите, не могу не перебить, потому что... Ну, подождите, пожалуйста, я воспользуюсь все-таки от своей возможности перебить. Почему? Потому что вот этот Михаил, у нас, кстати, еще звонок есть, мы сейчас его выслушим. Но он сказал, что мне это тяжело. Почему? Потому что у меня есть конкуренты, которые работают на серых схемах. И понятно, что люди на серых схемах не просто так работают. Это определенный метод недобросовестной конкуренции. Сейчас не говорю про налоговую составляющую. Просто Михаил говорит, что да, я выдерживаю проверки, у меня все хорошо, я готов работать по-белому. А мне сложно это делать, потому что процветают сейчас, как вы говорите, все, но некоторым очень сложно процветать, потому что рядом с ним находится конкурент, который как-то иначе все это делает. И имеет возможность поставить лучше цену, например, или еще что-то. Тем самым закрыть возможность конкуренции. Правильно, пусть будет у госорганов ответственность. И когда госорганы доначисляют, когда применяют какие-то меры процессуального воздействия, там возбуждается уголовное дело, все понимают, что в случае отмены это судом, в последующем, будет ответственность. И бизнес будет понимать, и можно все вернуть, и расширить полномочия госорганов, пожалуйста. Но дайте возмещение ущерба, причиненное вот такой проверкой. И любой бизнес будет понимать, хорошо, я бизнес потерял, у меня был оборот миллиард, я сейчас подам иск к Минфину, и мне этот миллиард возместят. У нас так не происходит. Самое страшное в нашей стране и самое сложное, доказать какую-нибудь упущенную выгоду. В любом суде абсолютно, это процедура доказывания проблематичная. Даже реально ущерба. Ну, с реальным хоть там механизмы, понятно, а с упущенной, это что-то такое вот эфемерное. Только утраченный заработок, и бизнес вообще никого не интересует. Вячеслав, давайте звонок выслушаем. Станислав у нас на связи, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас, Станислав. Ну, я хотел некоторое высказать неудовольствие предыдущим звонком Михаилу, потому что в его словах чувствуется обида на конкурентство. И что могу сказать... То есть ему тоже надо по-серому возить и не обижаться на конкурентов и работать, как все, да? Нет, если ты живешь в этой стране, то играй по этим правилам. И оптимизируй свои схемы, и думай, и работай. И я считаю, что в нашей стране чем дальше от государства, тем лучше. То есть оно должно жить само по себе, ты должен жить сам по себе. Потому что те правила, которые изначально выработаны государством, они изначально не предусматривают твою хорошую жизнь и твое развитие. Потому что все правила подводят тебя под какие-то те же самые белые схемы. А белые схемы тогда вам нужно где-то находить деньги для того, чтобы развиваться. А деньги находить можно только в банках, под грабительские проценты. И, соответственно, через какое-то время ты все равно придешь к тому, что твой бизнес разрушен. У меня есть очень много примеров моих конкурентов, которые занимались кредитованиями. И в кризис тот же самый просто практически разорились. – Станислав, спасибо за мнение. Напомню, телефон студии 6510996, код Москвы 495. Хотя времени у нас прямо уже даже меньше пяти минут осталось. Давайте сразу еще один звоночек выслушаем. У нас Мария, вот она какое-то пояснение, я так понимаю, хотела бы дать. Мария, слушаем вас. – Здравствуйте. – Здравствуйте, кратенько только. – Да, я хотела сказать, я совершенно согласна. с предыдущим занявшимся. Дело в том, что, вот тут мне сказали на основной части передачи, основного главного, что система нашей страны устроена так, чтобы… – В белую не работать. – Не смог работать без нарушений. – То есть если, допустим, особенно предприятия малого бизнеса, они не смогут работать, вот даже неделю, потому что через неделю они просто развалятся, если они не будут нарушать какие-то, ну, вот эти вот припоны, которые ставят в систему. – Но какие припоны? Вот Мария, о чем конкретно вы сейчас говорите, чтобы просто более четко понимать? – Нарушения тоже разной степени бывают. – Ну, те же самые налоговые степени. – Таможенные платежи и налоги? – Да, конечно, конечно. Дело в том, что, и это наивно полагать, что если все будут работать по белой схеме, все будут белые и пушистые. Все предусматривается именно таким образом, что вот человек подводить под нарушение. Приходит проверка налоговая, и начинается проверка, 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 все заканчивается взяткой. Собственно, на это все заточено. Вот и все. – Мария, спасибо за мнение. – Здесь, наверное, немножко по-другому надо говорить. У нас заточена система под то, что по-белому работать выгодно крупным компаниям. Таким компаниям, как «Седьмой континент», как, не знаю, там… – Ну, так и некоторые нормативные акты именно под них рассчитаны, в том числе таможенные, кстати. – Да, те крупные компании, которые имеют колоссальные обороты, они работают по-белому, и им выгодно это делать. И там даже речи не может быть о том, чтобы найти какое-то налоговое преступление. Это нонсенс. – А вот мелкие, ну, они, видимо, обречены в какой-то степени бороться для начала с крупными, а в лице их и с государством. – Ну, это тоже, конечно… На самом деле, эта тема, мне кажется, безгранична. – Безгранична. – Мы и начали программу, а сейчас она уже подходит у нас к завершению. Все равно вот этот вопрос не для себя, как адвоката, я не могу на него ответить честно, потому что я вижу и долю сермяжную правду в словах Михаила, и понимаю, что сейчас два слушателя, Мария и Станислав, тоже правы по-своему, да? – Но, тем не менее, к вопросу вот об этой грани, где грань, и не только для государственных органов, если мы уже говорим о налоговых органах, об органах внутренних дел, которые проверками занимаются, допустим, уже по заявлениям и так далее. – Для грани для самих бизнесменов и для самого бизнеса. С одной стороны, по устранению конкурента, если уж мы об этом сегодня говорили, а с другой стороны, по ведению своего собственного бизнеса, когда, как наши слушатели говорят, действительно ставятся нередко в такие условия компании, и, как Павел сейчас подчеркнул, маленькие компании, ну, по крайней мере, не самые крупные, которые вынуждены придумывать какие-то схемы, а государство не дает нам возможность сделать это, ну, как бы, правильно, наверное, да, договориться каким-то образом. У меня вот это вот налоговое соглашение, у меня из головы не выходит, потому что по роду работы своей приходилось очень часто сталкиваться, когда нету никакой, ни одной преступной сделки в некоторой цепочке. – Нет, ну, а вмененный налог, это разве не такая же, скажем так, рзац схема, когда выделяют заранее. – Ну, ограничения есть по видам деятельности, нельзя, все на вмененный налог есть. – Перевести, то есть там есть ограничения. Я просто хотел сказать, что у нас малый бизнес, он все-таки что-то делает. Большой может лоббировать свои интересы в законодательных органах, государственных и так далее. Мелкий бизнес объединяется, и вот в том числе в ассоциации, где я возглавляю комитет, есть и крупный бизнес, есть и мелкий бизнес. И как раз вот позицию бизнеса мы доносим до госорганов через какие-то обращения официально, там в МВД направляем. – Ну, это, наверное, уже большой плюс о том, что вы имеете возможность донести до внимания государства проблемы мелкого и среднего бизнеса. – Уважаемые коллеги, я надеюсь, что наша программа сегодня тоже в какой-то степени до наших слушателей донесла проблемы, и я очень рада, что мы сегодня пообсуждали. Я уже в прошлой программе говорила, и в этой программе говорю, самое страшное, что я вижу на программе, это счетчик, который мне тикает со временем. И, к сожалению, у нас осталось буквально немного секунд. Я представлю еще раз наших гостей. Вячеслав Леонтьев, адвокат, управляющий партнер Адвокатского бюро Леонтьев и Партнеры. Павел Сычев, заместитель начальника контрольно-методического управления Следственного департамента МВД. В эфире была формула права.